Мировая премьера Карачаева-Балкарска симфонии Мингитау, выпускника Саратовской государственной консерватории Ахмата Малкандуева, стала историческим событием. Наша народная культура теперь эталонная, академическая. Премьера симфонии восхитился и мой коллега Руслан Коркмазов. Из Саратова его эксклюзивный репортаж. Афиша симфонии Ахмата Малкандуева. Гордость вызывает его имя рядом с именем великого Фредерика Шопена. Саратовская консерватория презентует дипломную работу своего выпускника и заявляет о высоком уровне, достойном классического искусства. Уже на репетициях симфонию Мингитау именитые критики назвали душой Карача-Балкарского народа. Симфония Мингитау состоит из четырех частей. Первая часть – это музыка, которая показывает всю прелесть вокруг Эльбруса, всю прелесть этой горы. Но появляются ноты, когда показывают, что внутри этого потухшего вулкана еще есть сила, еще есть мощь, которая питает энергией всех тех, кто живет у его подножия. Послушаем этот момент. Вторая часть симфонии – это волшебство и мистика. Композитор обращается к теме тайного братства, жившего подножиями Минитого в XI веке. Это братство имело такое же таинство, как тамплиеры и масоны. А в третьей части представлена королевская версия Карача-Балкарского танца «Безек». Симфония с самыми сочными красками знакомит с народом величавого Мингитау. Четвертую часть симфонии смело можно назвать гимном Гаррия Минитого. Торжественность музыки помогает взлететь, парить и восторгаться землей Карача и Балкарии. Торжественность музыки помогает взлететь, парить и восторгаться землей Карача. Специалисты отмечают, что талант Ахмата Малкандуева уникален тем, что Большой симфонический оркестр из 75 музыкантов исполняет Карача-Балкарские мелодии академическими инструментами, а музыка рождается народной. Это позволит исполнять симфонию Мингитов даже симфоническим оркестром в Венской филармонии. Ахмат очень тонко передает ощущения и дает возможность свободы исполнителям. Если у него солируют инструменты, он позволяет им достаточно свободно передавать эмоциональный характер музыки. И музыка действительно льется из души. А когда музыка льется из души, то, соответственно, получается тот эффект, который вы сегодня видели с публикой. Он действительно очень талантливый. Он старается все время открыть какие-то новые музыкальные миры. И причем делает это не на пустом месте, он использует традиции. То есть берет какие-то народные темы, классические темы за основу, пропускает их через себя и как-то дополняет своим каким-то внутренним настроением. Я не говорил им, как играть. Они как будто чувствовали меня, находясь по ту сторону и смогли все это сегодня собрать, воплотить в жизнь. Руслан Куркмазов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, из Саратова. Прекрасное произведение. Обязательно послушайте полную версию симфонии Ахмата Малкандуева, Мингитау. Наш телеканал представит в эту субботу, 2 июня, в 8 часов утра. Продолжение следует...